14 человек и 14 тысяч километров по территории России и Монголии. Родина Чингисхана встретила путешественников дешёвым мясом, марсианскими пейзажами и отсутствием дорог. Пересечением бродов, песчаных дюн и острых, как лезвие, засовших корней Саксаула добавили путешествию экстрима. Ремонт авто по-монгольски «засвар» требовался неоднократно. Дороги все степные, есть только направления, немножко где-то камушки, а в основном булдуганы, по степи едем там 90-100, нормально, комфортно, даже вот такие есть дороги, просто летишь. Увидел там яму, начинаешь тормозить, там бабах со всего маху, там пассажиры внутри все прыгают, что это было, там кто-то спал, что-то это, подлетел. Маршрут «Гобина десерт» предложил Владимир Шкрябин, спортивный турист с огромным стажем. Руководил сборами из Новосибирска, а готовились серьёзно. Специальная резина на авто, профессиональное снаряжение для участников, продумывали каждую деталь. Я там был уже, сколько, почти 10 лет назад, получил яркие впечатления, и мне хотелось, чтобы мои товарищи тоже получили яркие впечатления от Монголии. Это страна безбыльная. Ночевали в юртах, пробовали национальную еду и побывали в древних буддийских монастырях. 4208 метров городца Стула стал самой высокой покорённой вершиной. Но желание всего – встреча с пустыней Гоби. Дюны Хангарын высотой до 300 метров не оставили равнодушными сноубордистов. Кульминации экспедиции участники назвали «Урочище Херменцав» в самом сердце Гоби. Живописный каньон с отвесными утёсами с красного песчаника. Это одно из крупных местонахождений ископаемых динозавров в мире. Здесь же расположился брат-близнец египетского сфинкса. Это каньон. Он красивый. Вот если вы видели в Америке кадры из американских фильмов про индейцев, мы когда гуляли там, шли, думали, а сейчас за какого-нибудь поворота выскочат индейцы, начнут улюлюкать. Целый месяц потребовался участникам автопохода Гоби на десерт, чтобы проехать, пройти и даже переплыть дикую страну. Маршрут категорийный заявлен для участия во Всероссийском чемпионате спортивного туризма. Результаты будут известны в следующем году. А пока организаторы и участники экспедиции планируют новые маршруты путешествий. Ольга Адаменко, Михаил Павлов, Панорама.